Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Мы часто слышим истории о капсулах времени. Иногда среди старых вещей попадаются ценности, которые стоят миллионы. Сегодня мы вам расскажем историю о поисках и находках, и об удивительных совпадениях, способных превратить нашу жизнь в увлекательнейшую из сказок. Том Коттер с раннего возраста интересовался заброшенными зданиями. Его любимым развлечением было бродить по окрестностным местностям и выискивать старые здания, которые уже давно не используются по назначению. Когда Том повзрослел, он начал создавать себе карьеру на телевидении, но настоящая слава пришла к нему, когда мужчина получил возможность вести авторскую программу о заброшенных зданиях. Том считал себя самым счастливым человеком на свете. Он еще не представлял, что главная удача ждет его впереди. Во время подготовки одной из серий Том исследовал заброшенные гаражи и амбары. И вот один из поклонников подсказал ему замечательную находку – старый гараж в Северной Каролине. Его не использовали уже 30 лет, и все, что находилось внутри, было тайной, покрытой мраком. Когда Том открыл дверь в заветный гараж, он не мог поверить своим глазам. Вначале в глаза бросилось огромное серое помещение, а потом среди утреннего света начали проступать удивительные находки. Первой Тому бросилась в глаза крайне необычная машина – серебристый Феррари 1966 года. Это спортивный автомобиль будущего имел 12-цилиндровый двигатель и задний привод. Тома сразу же захотел рассмотреть его получше. Но чтобы добраться до авто, мечты ему пришлось преодолеть целые лабиринты из паутины и родителей сверчков. Но оно того стоило. Темно-синий салон Феррари отлично сохранился. Но в багажнике обустроили свои жилища местные крысы, и все же авто было чудесным. По-настоящему Тома поразило, что пробег Феррари был всего 13 тысяч километров. Тогда ведущий решился на эксперимент. Он приложил к кузову машины магнит, и тот не прилип, а просто упал на землю. Это значило, что машина еще дороже, чем вначале предполагалось, ведь она сделана из особого материала. После спортивной итальянской звезды Том подошел ко второй машине. Это был красный Шелби Кобра, легенда родом из Америки. В свое время она ценилась даже выше, чем Феррари. Пробег указывал на 32 тысячи километров. Его двигатель был рассчитан на 7 литров топлива. Такую функцию имели только 100 автомобилей. Красно-черный салон был настоящей изюминкой автомобиля. И даже время не сумело ее испортить. Кроме того, Шелби Кобра была сделана по новейшим на то время технологиям с использованием пластика. Кроме этого, в гараже были еще несколько британских автомобилей. Они были менее ценными, чем их соседи, но тоже могли принести их владельцу неплохой заработок. Когда Том начал изучать историю этого затерянного во времени гаража, он узнал совершенно на печальную информацию. Оказывается, механик, который обслуживал эти автомобильные шедевры, погиб. И тогда его ближайший друг, владелец машин, просто перестал ими пользоваться. Вот такая вот удивительная история о поразительных находках, неожиданных сокровищах и трагедии, которая оставила неизгладимый след в судьбе человека. Том еще не знает, что будет делать со своей находкой. Возможно, напишет о капсуле времени в гараже книгу или снимет фильм. Главное, чтобы люди узнали об этой истории, тогда жизнь ее героев прошла не зря. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.